Муай-тай изначально это военное искусство. Бойцы Муай-тай это эдакие азиатские спартанцы. Мои ноги были абсолютно не готовы к таким нагрузкам. Всем привет, меня зовут Эльдар, я эксперт компании SMAPS Education по среднему и высшему образованию. Некоторое время я живу в Таиланде и около года занимаюсь тайским боксом. Сегодня мы вам об этом расскажем. Муай-тай намного больше, чем просто вид спорта, но он является ключевым элементом тайской культуры и истории. Это боевое искусство отражает глубокие духовные и социальные аспекты жизни в Таиланде. Муай-тай является неотъемлемой частью тайской культуры. Он не только формирует тело и ум бойцов, но и является живым отражением тайского народа и его наследия. Муай-тай изначально это военное искусство, используемое тайскими воинами еще в древности. Воинов готовили физически и духовно для защиты страны от вражеских вторжений. И конечно муай-тай перенял традиции и техники боевых искусств древних воинов, став символом отваги, силы и национальной гордости. Как у нас про трех богатырей, в Таиланде вокруг муай-тай сформировались многочисленные легенды и рассказы. Они передаются из поколения в поколение, укрепляя связь спорта с тайской культурой. Для многих тайцев, особенно из малообеспеченных семей, муай-тай предоставляет возможность социального и экономического подъема. Успех в этом виде спорта может принести уважение, славу и конечно деньги. Один из самых известных тайских бойцов Тони Джа. Его настоящее имя Паном Ярам. Он известен как актер, режиссер, каскадер и специалист по боевым искусствам. Стал широко известен благодаря своему участию в фильмах «Фонг Бак», «Тайский», «Воин И» и «Воин Дракона». Джа начал тренироваться в раннем возрасте. Был вдохновлен Брюсом Ли, Джеки Чаном и Джетом Ли. Его уникальный стиль включает элементы акробатики и гимнастики. И согласитесь, это делает его трюки и боевые сцены особенно зрелищными. Тони Джа сам выполняет большинство своих трюков без использования каскадеров или спецэффектов. Таким образом создается эффект вау и особая аутентичность и восхищение зрителей. В Вонг Баке и Том Юн Гуни Джа не только сыграл главные роли, но и принимал активное участие в создании боевых сцен и трюков. Это принесло ему международную известность и признание. Его фильмы выделяются своим подходом к боевым искусствам, сосредоточенным на традиционном муай-тай и отсутствием компьютерной графики в боевых сценах, что было новшеством для киноиндустрии. После успеха своих первых крупных фильмов Тони Джа продолжил работать в киноиндустрии, снимаясь и режиссируя фильмы. Он также принимал участие в международных проектах, включая голливудские фильмы и китайские боевики, расширяя свою аудиторию за пределами Таиланда. Кроме кинематографа, Тони Джа активно продвигает муай-тай и тайскую культуру во всем мире и считается одним из самых узнаваемых лиц тайского кино на международной арене. Мой тренировочный день чаще всего выглядит следующим образом. Одни пробки, поэтому их нам нужно пройти пешком. Где-то к 9.15 я приезжаю в зал, делаю разминку и с 9.30 начинается тренировка по грэпбингу. После тренер объясняет нам технику, затем идет отработка этой техники. После ситуативной спарринги, то есть спарринги, в которых мы отрабатываем применение данной техники. И после примерно 3-5 раундов свободных спаррингов. И когда у вас больше 2 часов тренировок в день, тайцы рекомендуют пить вот такую штуку. Это электролиты, разводящие в водичке. Это помогает с потом не вымывать все витамины и минералы, скажем так. Вот так это по итогу выглядит, после того, как мешаешь с водой. Это вкусненько и полезно. Тони Джа стал человеком, благодаря которому муай-тай набрал огромную популярность во всем мире. Причем не только у спортсменов, но и тех, кто интересуется культурой Таиланда, кто хочет попробовать что-то новое. Лагеря муай-тай. Что это? Это не просто место, куда люди приходят тупо бить друг друга. Это центры, они же сообщества, где собираются вместе люди разных возрастов и социальных слоев. Делятся знаниями и опытом. Поддерживают друг друга. Многие бойцы и поклонники муай-тай видят в нем не только спорт, но и духовную практику, способствующую саморазвитию, дисциплине и самосознанию. Мы, кстати, будем проводить свой детский лагерь в Таиланде с изучением английского языка. Посмотреть всю информацию вы можете по ссылке в описании. Также информация доступна на нашем сайте смапс. В спаррингах мы используем любые удары, кроме ударов локтями и типов, то есть прямых ударов ногами в голову. Из необычных упражнений, на самом деле, чего-то прям совсем необычного я здесь не увидел, но увидел необычное исполнение стандартных упражнений, таких как подтягивания, отжимания и даже прыжки на скакалке. Потому что скакалка у них выглядит совсем по-другому, не так, как боксерская, например, у нас в России. Она такая толстая, и за счет этого больше напрягаются руки, когда ты прыгаешь, то есть влияет на выносливость. Плюс, когда они подтягиваются, они делают это не в полную амплитуду, то есть примерно вот так. Отжимания выполняют точно так же, то есть не в полную амплитуду, не до конца разгибая руки. Как понял я, это нужно для клинча, чтобы руки и мышцы привыкали к подобной работе. Бойцы муай-тайи – это эдакие азиатские спартанцы. Сильные, стойкие, выносливые. На них многие хотят быть похожи. Давайте проведем параллели между спартанцами и бойцами муай-тай. И одни, и вторые известны своими выдающимися боевыми навыками и строгой дисциплиной, хотя они происходят из разных культурных и исторических контекстов. И спартанцы и воины муай-тай подвергались интенсивным и изнурительным физическим тренировкам с целью развития силы, выносливости и ловкости. В обоих случаях обучение начиналось с юных лет. В спарте мальчиков обучались 7 лет, в Таиланде также не было редкостью начинать тренировки в детстве. Обе культуры уделяли большое внимание развитию ментальной и духовной стойкости воинов. Это было ключевым навыком для выживания и успеха в бою. Но, конечно, многое и отличалось. Спартанцы были обучены ведению боя в плотных валангах с использованием копий и щитов. Воины муай-тай специализировались на рукопашном бою с использованием ударов кулаками, ногами, коленями и локтями. Спартанское общество было целиком и полностью ориентировано на военную мощь и дисциплину, в то время как муай-тай, хотя и был важной частью тайской военной культуры, также развивался как спорт и элемент культурного наследия. В спарте основной целью обучения было создание эффективного воина для государственной армии. В Таиланде помимо военной подготовки муай-тай также имел значительное социальное и культурное значение, включая элементы ритуала и духовности. Социально-экономический контекст. Спартанское обучение было частью государственной политики и доступно всем мужским гражданам. В Таиланде, хотя муай-тай был доступен широким слоям населения, он также предоставлял возможность для социального и экономического подъема вне военной сферы. В целом, хотя подходы к подготовке в спарте и в муай-тай имели некоторые сходства в отношении дисциплины и физической тренировки, они существенно отличались в своих боевых техниках, в социально-культурном контексте и целях обучения. В свои тренировки я добавил также упражнение, которое подсмотрел у российского профессионального боксера Артура Бетербиева, когда из позиции отжимания ты прыгаешь и меняешь положение рук. Это помогает укреплению твоих кистей и кулаков, чтобы был жестче удар. После каждой тренировки мы делаем 100 скручиваний на пресс, 50 отжиманий, 100 ударов коленями по груши и 100 типов. Также несколько подходов подтягиваний. Этим должна завершаться каждая тренировка. Что едят тайские бойцы? Как и в любых тайских ресторанчиках, они едят острое, едят супы, салаты. Обычно туда включено достаточно много мясного. Из продуктов, которых здесь не хватает, это, конечно, молочные продукты, так как у азиатов у большинства непереносимость лактозы. Здесь очень сложно найти творог. Моя жена готовит самые лучшие сырники. Поэтому, да, это то, чего здесь явно не хватает. Соревнования по муай-тай проводятся по всему Таиланду. От маленьких сельских площадок до крупных стадионов в Бангкоке. Элумпини и Раджадамнер, которые считаются священными местами для поклонников этого вида спорта. Бои проводятся в разных весовых категориях. И участники соревнований строго следуют правилам, которые контролируют использование различных техник и ударов. Перед началом каждого боя бойцы выполняют традиционный танец вайкру рамуай. Который служит как уважение к их тренерам, родителям и стране. А также является формой медитации и сосредоточения перед боем. Сколько зарабатывают бойцы? Тут много факторов. Страна происхождения бойца, уровень соревнований, опыт и известность бойца. А также промоутерские организации, с которыми он сотрудничает. Новички и менее известные бойцы, выступающие на местном уровне, зарабатывают относительно скромные суммы за бой. От нескольких тысяч до десятков тысяч тайских бат. Грубо говоря, от 50 до 300 долларов. Эти суммы даже не покрывают жизненные расходы, особенно в крупных городах. Опытные бойцы могут зарабатывать значительно больше. От нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч бат за бой. Зарабатывать суммы, превышающие 100 тысяч бат, около 3 тысяч долларов, могут только самые узнаваемые и успешные бойцы. Бойцы, выступающие на международной арене или в промоушенах смешанных единоборств MMA, таких как One Championship или UFC, могут рассчитывать на гораздо большие гонорары, которые могут достигать десятков тысяч долларов за бой. В зависимости от уровня мероприятия и статуса бойца. Кроме гонораров за бой, многие бойцы получают дополнительный доход от спонсорских сделок, продажи спортивных товаров, участия в семинарах и тренировочных лагерях. Муай-тай учит тебя оставаться расслабленным и спокойным даже в самых опасных стрессовых ситуациях. Тут это называется сабай-сабай. Я влюбился в этот спорт и, конечно, мне нравится сам Таиланд. За обилие возможностей для тренировок, для прочего досуга и за людей, которых я здесь встречаю. Надеюсь, вам было интересно. Счастливо! Друзья, если вам понравился выпуск, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Если вам интересно поехать в лагерь, будь то он по тайскому боксу или лагерь для изучения языков, пишите нам, мы обязательно подскажем, поможем. Тем более у нас огромная база лагерей по всему миру, превышающая более тысячи. Все они являются нашими партнерскими. И мы также занимаемся и оформлением документов, чтобы можно было свободно туда поехать. Субтитры создавал DimaTorzok